Процесс переселения идет полным ходом. Кто-то переселяется, кто-то переползает. Кто-то, это, рокировочка идет по шахматам этим, понятиям. Вот, ты сразу видно, вечно люди заселились. Да, подожди, это пока, пока. Сейчас они все разложат. Да, мы сегодня переезжаем на другой номер. Кое-кто у нас уже срубливает, потому что... Сейчас я переверну, но мы об этом уже говорили. Вот. Мы уже успели переехать. Кое-кто спало, а кое-кто переезжало. Хорошее дело поспать. Только, знаешь, я переехала, по крюльцам свалила и пошла работать. Вот это номер. Все, закончили? Нет, это от начала. Все, больше здесь ничего нету. Спать здесь будет, бесить в углу будет. Приблизительно квадратура 16 квадратов. Ну, как наш зал? Будет? А тут это вообще непонятно. Ну, короче, у нас знает нас. Пошли. Тут вот телевизор есть. Большой диван угловой, кресло. Все гипертрофированных размеров. Да. Наше счастье. Шкаф большой. Большой шкаф. Мы сразу захламили под отказ. Заходим в ванну. Ну, проходи. Там можно танцевать. Тут есть такие. Тут есть такие. Тут есть такие. Тут есть такие. Вот. Я вот это смысл не понял, но догадываюсь, почему тут такая вот предбанник якобы, да? Ну, сначала ты покажи, я потом расскажу. Угу. В тела шеркейский. Часто спрашивают, в какой ванной живет. Отличный ванной живет. Здесь, видишь, они есть или нет? Не знаю. Окошки достаточно. А ты, конечно, по-моему, что мы переехали в любую туалет. Да, у нас двухэтажный люкс, сразу скажу. Потом поковыряшь. Почему тут комнатный этот у нас ванну, туалет? Вот видишь дверь? Да. Она замурованная. Да. Ну, я предполагаю, мы же сейчас находимся за стенкой бывшего номера. За стенкой зеркальной части туалета с ванной нашей. Тут, наверное, была или комната на той стороне, а тут был туалет. Ну, короче, перелетел. Да. А вот тут, в этом номере, был толчок, потому что осталась сливная часть. Вот. И под умывальник вот тут вот. Покупаться. Поэтому у нас уже ванна двухкомнат. Покупаться. Покупаться. Очень хорошо. Я бы с душевым тут оставил. Сделал душевую, стоячую. Тут деньги уже стоят. Это наша центральная часть номера. Я для вас монтирую параллельно отдыхая в логе. Ну, у нас как всегда, мы работаем отдыхая, отдыхая и работаем. Да, с 28 июня они будут выходить каждый день с 12.00. Пока не скажу, сколько частей будет вообще. Но я сделал. Ну, на данный момент, на сегодняшний число, пять частей уже готово. Вот. А что-то еще пойдем поспись на встречу. И, возможно, завтра в Дербент. Да, вот, давайте я вам обзорочку сейчас, когда будем подниматься, я вам сделаю обзорочку с первого этажа номера. Тут нет кондиционера, нет телевизора, но есть холодильник. Нет, там типа столовая. Ну да. Вот, мы поднимаемся уже на второй этаж. Данная комната полностью подтверждает название гостиницы, крепость. Мы, считай, на самом верху крепости. Это самая высшая, высокая часть сие заведения. Вот она крыша. Пока весь номер не показываю, покажу вам периметр города. Там, вот, вдалеке немножечко уже, можете с вами заметить, видно море и горячие кавказцы бегающие, бегающие, да. Давайте... Какое время в гостинице делать? Подожди, что? Мы еще показываем вторую часть. А вот с этой стороны мы можем смотреть на горы. Поэтому расположение гостиницы очень хорошее. Вот, теперь давайте пройдемся по подарочкам. Что Дима себе купил в первую очередь? А вот Иван Лук вставил часть, где мы ребятам кубки дарили? Да. Вот, если поподробнее рассмотреть. И этот подарок уйдет нашему деду. Моему папину. Да. У нас как последняя мужская взрослая единица. Да, мы вот ему кубок тоже подарим. Многие подписчики знают, что я неравнодушно отношусь к дамасской стали. К ножам? Ну, ножам я не так сильно, но в основном я неравнодушен к дамасской стали. Поэтому, когда я посетил магазин, в сумке я покажу потом. Когда я посетил магазин подарков, ну не то что подарков, а магазин называется Кизлярские ножи. Вот. Давайте вот я отсветить. А там где-то от Саня поехал. Ну, мы вдвоем поехали. Вот. Ой. Я не удержался. Давай. Повернем местами. Давай. Может я пойду? Нет. Папа купил себе из дамасской стали так называемый в народе гетаган. Ну, или как по-другому. Ну, или как по-другому. Может мне, я им очень просто делаю. Продавец сказал, что это сувенирная продукция. Нет. Бумажка, что это не... Да, да, да. Все по полному веншую, типа это только сувенир. Из дамасской стали, да, да? Угу. В агатах. В агатах. Вот ножна. Она из натуральной кожи, агат. Здесь дерево еще. Ну, я долго страдал по поводу, что-то, что-то примерно подобного. Знаете, как выглядела покупка? Мы приехали первый день, муж куда-то. Сразу выглядел. Не, ну вы первый день на пляж пошли. А я поспал, и мне скучно стало. Я погуглил и нашел магазин. А можешь сейчас я свои эмоции расскажу? Да. Новая гостиница. Мы не знаем. Сейфа нет. Собой определенной суммы налички. Тогда нужно было рассчитаться с людьми. Мне заводил. А 40 тысяч нет. У нас деньги пропали. Даня, они не пропали. Я нашел им применение. Опять что-то купил. Потом приносят. До соплей довольны. Глаза горят. Ну, ладно, зато память. Это первый, возможно, не единственный в будущем подарок с другого региона, мне любимому, который принес мне большие удовольствия. Как визуально, так тактильные. Мне подарок. Тебе подарок, ты съездишь чуть попозже. Так, продолжаем. По мелочи мы купили магнитики, но сейчас в последнее время мы начали выдерживать стиль магнитиков на холодильнике в металлическом стиле. Мы начали покупать в основном металлические магнитики. Ну, это родственникам. Я могу телефоном сказать. Можно родственникам магнитик подарили. Это родителям мы стандартно тарелочка Дагестан. Вторая тарелочка Дагестан. Вот такая она гринита. Потом не удержался. Еще один нож. Купил нож. Но он уже не из дамасской стали. Вот гравировочка. Сейчас, сейчас, сейчас. Должно быть видно. Алена? Акела из металла X12MF кованая. Кизлярские ножи. Фокус, приходи. Фокус, приди. Вот бьет волк. Нож называется тайга, по-моему. Волк. Латунь. Дерево граб. И металл. Вот такой ножик тоже. Мне его понравился. Вот такой. Выглядит как будто коготь. Да? Похоже на коготь. Такой узенький. Давайте закрывайте. И сейчас я еще покажу попозже вам. У меня уже лежит в сумочке. Расскладной ножичек. Так. Сейчас паузу. А. Забыл кстати. Пока поднимаемся. Я за ножиком ходил. Вот. Номер. Второй. Второй этаж. Да. Тут уже присутствует. Крендиционер. Татьяна Павловна. Два кресла. Столик лак. И телевизор. Да. Столик лак. Дай мне телефон. Он. Получается. Как бы. В форме восьмиугольника. Получается. Комната. Вот такой. Восьмиугольник. Матрас удобный. Мягкий. Похож на икеевский. Но не разбирал. Так. И продолжаем по подарочкам. Вот. Так. Опускать камеру. Я купил себе еще. Маленький карманный ножик. Раскладной. Тоже из дамасской стали. Вот такой. Тоже из дерева. Граба. Но он не обработан. Просто шлифованный. Мягкий. Какой мягкий человек говорит. Просто шлифованное дерево. Граб. И дамасской стали. И что? Ты хотела сказать еще? А, что хотел сказать. Спрашивали в инстаграме про гостиницу. Но резюме по гостинице. Рекомендейшн я дам. Когда мы уже съедем. Пока все устраивает. Очень приветливая горбочная. Вчера вы даже одного нашего малыша в порядок привели. Пока мы хотели завтракать. У нас же у всех Дрестун Святой. Дрестун Святой. Дрестун Святой. Дрестун Святой. Дрестун Святой. Мы уже вот это кстати. Очень положительно юмористично на эту тему реагируем. Я об этом рассказывала. Просто ты этот кусок сказал, что не нашел я там куда-то камеру и туда опять направила в космос. Да. Камера была в космосе. Вот. В общем мы остались еще. Трестун Святой. Нет. Пока точно не сказал. Мы решили остаться. Трестун Святой. У нас отменилась там экскурсия за нее. Вроде так оклёбываемся. Это девчата у нас, кто именно по туристическому сертификату как в компанию ездила. Он сегодня уезжает. А мы решили просто не платить и с нашими тюменскими гостями остаться еще на три дня. В четвертом матюре до сутки. Трестун Святой. Сегодня в Каспийскую гостях пригласили партнеры в Сибири. Кстати в каком-то комментарии написали, что терпеть не могут смотреть про Сибирку, а ты ответил, что не нравится смотреть про Сибирское, тогда не смотрите про Икею. Повторюсь, но покороче. Только при помощи Сибирского здоровья мы имеем возможность не путешествовать, а ездить по другим городам, снимать для вас Икея. Даже тупо ездить в Нижний на три дня, снимая гости... Ну, я не хотел цифр говорить. Ну, снимая гостиницу, еда и время. Да, мы просто для вас снимая, видите, тратим деньги. Это к тому, что вопрос Сибирский. Поэтому неофициально Сибирское здоровье является спонсором нашего канала. Поэтому принимайте как есть. Не нравится, смотрите других. Я больше не с кем разговаривать не буду. Всё. Всем доброе утро. Дагестан. День 6 знает какой. Мы осмелели и поехали в Дербен. Но, к сожалению, у нас ограниченный состав. Половину мы отпустили. Не хватит мучить людей. Да. На самом деле, путешествие по travel бонусу закончилось. И мы, как вчера говорили, остались ещё на три дня. Конечно. А что, где ты поедешь? Видели? Ещё одна машина была сранская. Да. Ну смотри, вот он чуть шею сломал. Мужик. А, мужик? Да. А во влоге ругаться можно? Можно. Один раз можно. Саша больше не подойдёт. Вот так и живём. Да. Вот так вот ты смотришь, смотришь влог, а через полгода хлоп и сам во влоге оказываешься. Да? В общем, мы погнали в Дербен. Если по дороге будет что-то интересное, мы покажем. А вчера мы были в Каспийске на встрече с местными лидерами. Очень нас вкусно накормили, да, Дим? И чаем напоили. И чаем напоили. Пообщались, поработали, помогли ребятам, подсказали. Ну, в общем, переопылились, поделились. Пара в Каспийск. Ну и, кстати, они много развеяли мифов. Да. То, что говорится, как бы, на другом берегу, а в Дагестане. А в действительности всё совершенно по-другому. Ну, люди цивилизованные. Блин, ну что, они обезьяны, что ли? Я не знаю. Ну, такие же люди. Ты говоришь. От Российской Федерации. Ты пугал всех. Обезьяны живут на дереве. Вот. Ну, в общем, у нас пока из отрицательного это Святой Дрестун. Святос Дрестун. Святос Дрестун. 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 И, ну, соответственно, вот эта ситуация с гидом. Хотя девчонкам местным всё показали, они говорят, блин, конечно, договор был бы, можно было бы это попинаться. А если бы были местные, то Башку бы вообще за это открутили. В Каспийске, если бы были? Ну, вообще, вот если бы это было с местными. А, тут понятно, конечно. Да, поэтому, а здесь как бы пользуются моментом, что туристы разбираться не будут и ехать. В общем, мы погнали. А вы погнали вместе с нами. Пока ничего интересного, отключаешься? Да, конечно. Ну, можно это всё-таки где-то будет местами интересной дорогой. Мы вам покажем. Включимся. Да. А я даже чего хочу сказать? Что бы тебе ты хочешь сказать? Тяулачих безу. Где? Тяулачих. В каких? В ногах, четвероногих? Четвероногих. Ну, я думал, что будет. Тяулачки на газели едут. расскажи как тебя саранского полицейский ну да неожиданно он улыбается странно человек земляк наш с мордовии как правильно их отправляют в командировке в южные регионы летом но усиление наше тюмень едет как дорожка нагружена требует полосного движения ну как бы 2 2 пасы в одну 2 пасы в другую подрезают но она нагружен и поэтому и получается эффект и подрезаю и обгоняю всем заходу быстрее быстрее уговорили я есть хочу а ты скажи почему то есть ты хочешь потому что не завтракал категорически отказалась есть утром вот это есть хочешь время 11 часов ты голодный сейчас приедем по раму и цели как ковбой стоит к выходит такой такой ковбой в общем нам осталось чуть-чуть сейчас приедем дербент посмотрим отключаюсь еще умные мысли будут почему по приезду руль держи любите руль по отпускать похлопай как особенно цена на работе да да посмотри где похлопка так живем и семейство какое семейство алюнушка озорное которое водитель не рует и лапа чья-то и алена в пледе сидит слушай ну это прям как промзона какая-то не магазины базы какие-то опытовые да у меня больше вот это вот строение вот такие фундаментальные там греческие детали здесь прям любят такое забор расписные ворота двери очень считается наверно сима мне значит интересно пока этот вон картины показываю а много ли у нас подписчиков кто живет в дагестане в каспийске в махачкале в терпенте ребята теперь кличку сделать давайте челлендж откроем и под закрепленным мною комментарием да кто из дагестана особенно махачкала и каспийск напишите кто оттуда и прям даже пишите как вас зовут сколько лет ну да фамилии не надо просто да там допустим я не знаю алия 36 лет каспийск да 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 давайте челлендж откроем и узнаем сколько нас смотрят из а мне сейчас еще интересно я вот эту рекламу видишь не первый раз а почему перевернутые слова бассейны а вот как раз и рекламный маркетинг маркетинговый ход что ты запомнишь их да это что-то необычное разрыв шаблоны ты быстро запоминаешь эту рекламу молодцы правильно использовать а еще после терпента мы поедем купаться на эсбербаш куда не знаю сказали народ найдут макочка а теперь наши где я не знаю ты уверен на этом доволье у дурь я один лучше не показывать скорость спидометра но я не знаю но дима очень быстро начал перенимать то как ездят местные женители и тюлени река суходов смотрите какой вид открывается дим как поел тебя прошу хорошо правильно машина новая ворота баба коглы юревич ты куда поехал а где платы стенка вверху ночью по лестнице кушке закладывается а вот там слова derbent устаркнулся ничего не видно я не успеваю господи куда у нас везет мамочка димка ты куда на всех тащишь на платную заправку мы сейчас позвалимся точно полиция 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 пароль но нет платы стоянки куда вставать как ветер я микрофон с ветрозащиты взял как раз одну и мы испытаем что-то такое ну ладно мне так смешно за эта штука стоять так без снимает итак мы сегодня посещаем город дербент какой-то кирпичный замок татьяна скажите подробнее я ничего не изучала ладно давай сейчас я вам покажу немножко панорамы и немножко сейчас делаем фото и пойдем внутрь вам дальше все же покажем я испытываю микрофон человек нашел бон пари замерзший лед и он отличал и и Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Субтитры DimaTorzok 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 Субтитры делал 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 DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Ну, нет, ну, одно разве это совсем так, конечно, не культуру называть, неправильно. Туристический город одного дня, вот так я скажу. Одного посещения. Мы были на набережной, она шикарнейшая, красивая, и кто, например, если приезжает отдыхать, наверное, селится лучше ближе к ней, да? Ну, мы отобедали же в Дербенте, и нам сервис совершенно не понравился. Он полярин, с обслуживанием, с Каспийским, вот так сказать. Ну, да. Какие официанты, как они работают в Каспийске, это совершенно противоположность работы в Дербенте. Мы были в Шашлыков, Шашлыков. А пошли мы туда, потому что Саша у нас сказал, о, ребят, смотрите, это сетевая, крупная, они по всей России работают, должно быть хорошо. Оказалось, плагиат. Мы прождали 15 минут Шашлык, она подошла, официант сказал, что Шашлыка сегодня не будет, потому что Шашлычник ушел. Предложил нам что-нибудь выбрать на замену, мы выбрали на замену, прождали еще минут 20. Но соус к Шашлыку, который мы заказывали, нам принесли. Это самое главное. Я, наверное, подумал, что это к чаю. А, да. Что к соус нам принесли. Чай, чай. Чай поделся, десерт и кетчуп на вам. Давай, 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 наверное, к чаю. А, темно, меня смотрят, ты что, горчаю соус, сказала? Вот так вот весело немножечко. Ну, в каждом моменте есть свои такие плюсы и минусы. Поэтому, там можно один день провести, как экскурсия. Ну, да, вот как мы приехали, крепче посмотреть. Я думаю, может, больше там делать, я думаю, нечем. Так что, нет, ребята, мы не хотим никого обидеть. За день можно вот этот накерываться и завод посидеть. Набережную и крепость. Но нам накерываться и не актуален. Мы едем в Избирбаш купаться. Наш первый экипаж уже усвистал, не выдержав. Медикал. Троллик меня там взади. За показ, как папа храпит. И мы погнали купаться. За бортом 30. Да, кстати, время уже полшестого. А за бортом еще плюс 30. И мне с ней говорят, что это еще не предел. В июле будет плюс 40. А, гисмите, уже показывает. Мы уедем отсюда и уже будем к 40. Поэтому, нет, мы нереально, мы по крепости. Я, например, не смогла пройти всю крепость. Мне стало плохо. Он такой вот, от жары. И я в тенек загрузилась. Все, грубо говоря. То ли мы еще... У меня организм, у меня климаты после от работы в этой... Не знаю, в общем, какая-то у нас в Дагестане долгая акклиматизация. Мы пришли к выводу, что все, надо ехать. Потому что... Полный итог, все эмоции, да, вот мы подведем, когда поедем уже обратно в листовую машину, мы уже вам более подробно, уже скажем, сложившееся впечатление о Махачкале, Каспийском и Терпенсе. Терпенсе, мы вам скажем уже по поедем, да? Ну, в Каспийске ты бишь официантов. В Каспийске нас вчера друзья встречали, партнеры, которые работают в той же сфере, что и мы. Соответственно, отвезли в тот ресторан, в который они ходят сами. Отвели в ту кофейню, в которую они ходят сами. Ну, не знаю. Нет, ну, у Сабины же Тимур сказал, 10 или 15 лет ты официантку уже знает. Поэтому... Она профессиональная уже работа. Она знает уже подход каждому человеку. Раз она 15 лет в этой работе, она... Слушай, такую интересную штуку откопала. Но она, с точки зрения сетевого, но мне кажется, она применима к любой профессии. Чтобы стать профессионалом, ну, это известно, нужно отработать 10 тысяч часов, это в среднем 5-10 лет, в зависимости от того, сколько ты работаешь и как. И чтобы из уровня новичка только уйти, нужно полтора года отработать. Ну, да, сглаживаюсь, так и есть, да? Да, так и есть. То есть, вот, грубо, ты начал быть поваром, только через полтора года ты стал как бы... Зачем? Полтора года я учусь. Мы уже три года учимся. Ну, на повар, да. Три года. Примерно... Ну, я по себе сужу, где-то полгода я уже в рабочий ритм входил. Резать учился? Да, нет, я-то умел. Пальцы много отрезал? Почему я привыкал? Нас в училище учили все работать с повесом. Все тоненько, до миллиграмма. Но когда ты работаешь, как бы ты на фронте... В ресторане. В ресторане, когда заказов много, тебе сейчас не до весов. Ты должен уже на глаз, на зубок уже точно знать, сколько чего положить. Тебя клиентов взвесят. А если ты будешь там... Я это положил, это положил, то тебе клиент сам же придет и за себе что сделает. Ну, это продвинься. Да, да, конечно же. Не, подвинься. И вот я адаптировался уже от того, что меня учили, уже к рабочим ритмамам. Да, конечно, я знания получил, но все равно я переформатировал, переформатировался. Живут, я уже по другой раз. Слушай, интересно, просто мои теории... Просто были базовые знания, а все остальное получил на работе. Нам нужно работать. Просто реально, как бы теория, я сегодня такую инфу нашла до себя и стала рассказывать. И так и есть. Просто смотрю по партнерам, что только через полтора года люди начинают прям такими осознанными мастерами становиться в профессии, но при этом нужно совершенствовать. Ну да, у нас так и вышло через полтора года, мы уже так вот... с хорошими профессионалами индустрии, стали с хорошими доходами. Ой, слушай, у меня сегодня прикол такой был. Рассказать про... Тому, как люди просят помощи в Инстаграме. Или не надо? Ну давай, тут для меня-то что покажешь? А мне же у меня носа, блин. В общем, не секрет, не для кого, что я могу и информацию поделиться в Инстаграме, в рабочем аккаунте, в личном, когда вопросы задают. Но пробыют такие моменты, когда меня просят найти, там, я не знаю, вот, то, не знаю, может, ты туда не знаю куда, я сделаю то, не знаю что. И когда говоришь, что, ребят, такого рода подборы, это уже индивидуальная консультация, и стоимость консультации столько-то, люди начинают в конючь. Ну, сделайте, пожалуйста, в качестве исключения. При этом не учитывается, что там столько-то времени, что нужно там определенное отдел океев заводить, потом отблагодарить за то, что помогут и так далее. Поэтому, вот, ребят, ну, лично, давайте не обижайтесь кому, говорю, что вот ваша проблема, это только консультация, по-другому я ее вам решить не могу. Ну, опять, блин, скажется, опять новое. Ну, не новое, но мы правы, правы. Поэтому нет. Не все так просто в нашей жизни. Для вас может быть щелчок, а мы же, прежде чем исполнить ваши желания, мы проделаем значительную работу, чтобы дать вам качественный ответ. Ну, да. Потому что большинство вопросов, дай мне вот эту, которая, фотка, она не пойми, взятая откуда-то, и я должен понять название товара, артикул товара. Есть ли у меня с наличием? Да, есть ли у меня с наличием? Ну, это, кстати, просто, я порой даже это просто... Нет, я тебе образно говорю. Понимаешь, я должен задуматься, весь ассортимент в голове прокрутить, понять, что этот товар вот к этому относится. Ну, соответственно, опять же, на сайт зайти, чтобы узнать артикульный номер. Это время. Друзья, мы вообще к чему говорим, что, ну, наверное, за все в этой жизни нужно уметь отдавать, да, эмоцию, деньги или, там, я не знаю, выделитесь с людьми другой информацией и так далее. Мы на самом деле стараемся по максимуму со всеми делиться. Вот вчера в Каспийске, например, встречались, это не наши партнеры, это параллельные структуры, если вот именно с точки зрения сетевого правильного терминологии, то есть тоже лидеры. которые, ну, как параллельно к нам тут развиваются, мы встречались для обмена опытом. То есть мы делились с ними, как мы быстро растем и развиваемся. Девчонки, вместо того, чтобы кушать, сидели писали в блокнотах. Ну вот, это обмен опытом, и это нужно делать, нужно делиться. Поэтому, когда вы помогаете друг другу на канале, пишете, подсказываете друг другу, мы безумно вам благодарны, когда более опытные киоманы помогают ребятам, которые только, например, присоединились к каналу. Вот я и хочу взводить, взводить в комментариях общение между собой. Мы же не одни, у других тоже какой-то есть опыт в пользовании мебели. Порой даже больше. Да, читайте друг друга комментарии. Если вы нашли родственный вопрос и сдайте на него ответ, пожалуйста, пишите. Мы не против, прямо благодарны. И получите добра у тебя. И все друг другу помогли, и у нас время и ресурсы. А иногда мы даже просто с дупой не успеваем отвечать. Потому что сегодня вот, мы сейчас здесь находимся. Ну да. Я же не могу сейчас сидеть и в комментариях. Пока Дима, например, за рулем, я сижу работаю. Сейчас приедем, искупаемся, приедем, поужинаем. Дима монтировать сядет. Да, да. Вот, то есть тут... Мы не всегда можем теперь, из-за того, что сейчас больше всего путешествуем, отвечать в комментариях. Поэтому, ребят, мы вам благодарны, когда вы помогаете друг другу. И не бойтесь этого писать. Это прям очень ценно и важно. Так что у нас так философски высердотянулся. Субтитры сделал DimaTorzok